Итак, дорогие друзья, мы с вами пишем довольно сложный сайт, и мы с вами написали уже форму добавления, но этого мало. Да, для тех, кто пришел, мы пишем сайт из разных блоков, где будет добавление дискуссий, чат, друзья, фолловинг, ну и разные, потом можно разевать и разевать. Ладно, для участников школы дальше. Смотрите, ребят, что мы сделали. Мы с вами написали при помощи класса. Это, конечно, класс, действительно экономит нам время, все Джанго сделала для нас. Но если вы заметили, когда мы начинали уроки по Джанго, то уроков было много, то есть мы основные моменты, а формы, я сказал, ставим на потом. Почему? Потому что их лучше разбирать сейчас. Так вот, пришло время. Мы, конечно, могли бы оставить вот так дальше, показать, как делать формы и пойти, но я не думаю, что вы от этого будете в восторге. Посему поступим следующим образом. Сейчас мы с вами создадим еще одно приложение. Вот мы с вами создали блок, а сейчас создадим приложение дискуссии. Как раз, когда вы будете дальше продолжать, мы будем дальше продолжать сайт, вы будете его дублировать, да, и на нем что-то можно будет проверять. Ну, в данный момент мы с вами напишем форму, построим таким образом. Мы с вами пропишем форму сами. При помощи функции разберем. Разберем основные моменты в Jupyter, да, в Jupyter ноутбук. И чтобы у вас отложилось такое нормальное понимание, как работать с формами. Конечно, все формы мы сейчас изучать не будем. Почему? Потому что для этого надо делать отдельный курс. Да и не всегда надо. По одной простой причине, например, просто писать формы требуется гораздо реже. И, в принципе, это уже делают очень опытные люди, поэтому, когда вы вырастите, вы разберетесь. Нас сейчас интересуют формы из моделей. Вот это мы разберем очень подробно, потому что в большинстве своем вы будете делать именно формы из моделей. Есть у нас модель, а принцип очень простой. У нас есть наша модель, пост, да, и в ней есть определенные поля. Дата-тайм-фильд, форн-кей, слуг-фильд, слуг-фильд и другие. Нейм, то есть чар-фильд, текст-фильд. Так вот, у Django есть уже заготовки при создании моделей на все основные поля. Иными словами, Django тоже сделает автоматом. Но я хочу, чтобы мы разобрались в основах, из чего делается форма, чтобы вы понимали четко весь процесс. А какой процесс нам надо понимать? Будем, во-первых, работать опять с документацией, как всегда. Нам надо понимать процесс, который... ...который делает три шага. То есть, подготовка формы к показу, создание HTML данных и получение данных от клиента. Иными словами, когда мы заполняем форму. Вот эти три шага мы должны представлять. Кстати, ребят, это Atom. Сейчас я его довел до ума. Мне нравится и VS Studio, и Sublime. Мне нравится и Vim. Вот я довел до ума. Сейчас уже, если в первых уроках вы видели, что там были... ...не справлялся он со многим, то теперь, конечно, функционал базовый, как и у PayCharm я сделал. Ладненько, давайте начнем сразу с дела. Сразу начнем с дела. Python, менеджер Пай, старт, ап. Ну, назовем, знаете как, наверное... Так, диску... Дискуссии. Enter. И у нас появилось приложение дискуссии. Я к чему говорю? Что вы же потом можете потренироваться. Да, сначала человек вроде как делает пост. Но ведь обсуждение поста может сделать не только комментарии, а что-то типа элементы форума. И будет вообще круто. Ну, вот будете развивать потом. Итак, теперь следующий момент. Заходим в наш файл настроек. И нам надо что сделать? Все правильно. Добавить нашу директорию в Installate Apps. Вы видите, поставил библиотеку. Показывает, что большой разрыв. Ну, я все равно его оставлю, этот разрыв. Мне так удобно. Так, ну, вот я же говорю, привел в порядок. Потом будем писать. Покажу. Сразу есть. Как в этом... Это уже позже. Как в Пайчаром и документация подряд. Ладно, давайте пока впишем. Я не то немножко сделал. Так. Это оно не будет подсказывать. Проверим, что у нас все правильно. Проведем миграции. Проверим, что мы везде все правильно записали. Все, 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 все отлично работает. Сразу добавим сюда файл. Файлы, которые нам нужны. Formspy. Дальше. URL.spy. Дальше. Далее. Добавим директорию template. Далее. Добавим директорию template. оба на все она у меня скопировала в директорию чем плейд добавим директорию дискуссии да то есть сразу создадим чтобы у нас было пространство имен и ничто никогда нигде не пересеклось далее сразу перейдем в urls.conf в директории практика джанго основной и здесь создадим основной url так вот это мне надо так здесь дискуссия и одна дискуссия у нас будет далее директива include включаем и иными словами перенаправляем дискуссия urls ставим запятую так не то выбрали вот тут добавим так ну ка попробуем еще раз подскажет есть есть видим дискуссия дискуссия urls но теперь вроде как все правильно следующем уроке давайте будем писать модель в данном случае мы напишем модель такую же потому что чтобы нам понимать вообще так как мы ее уже написали чтобы у нас было сравнение и понимание так потому что мы писали уже форму из класса а теперь напишем чтобы у нас было тоже форма но и с функцией то есть все пропишем своими ручками вы видите здесь даже ж мы по script view мы же даже не создавали никаких файл форм а тут мы уже с вами в дискуссии как вы видите как правило создали уже файл форм то есть будем здесь и у здесь указывать поля а ранее ранее когда мы писали блог если вы заметили какие попали отображать пользователю мы указывали их вот здесь да ну все ребят кто первый раз начал с этого видео уроки на сайте spb teretut.ru спасибо за доверие